добрый день дорогие друзья с вами компания про тюнинг меня зовут игорь и сегодня у нас первый автомобиль электрический от компании volkswagen и сейчас мы познакомимся с ним поближе поехали это volkswagen id4 автомобиль в плане дизайна на самом деле достаточно интересно у многих вызывают он спорные реакции но таково наше будущее современный дизайн электрокара то что у нас нет уже привычной решетка радиатора здесь все наглухо зашито а снизу у нас небольшая решеточка через которую проходит воздух в радиаторы для охлаждения батареи все-таки это электромобиль батареи у нас стандартно здесь располагаются между осями на самом полу то есть низкий центр тяжести опять это будет плюс к рулёшке как и в принципе у всех электрокаров что еще хочется отметить план дизайна очень интересно сделано передняя линия которая проходит через всю ширину автомобиля начинается она можете обратить внимание прямо внутри фар переходит в отдельный такой элемент полосу даже кстати значок здесь логотип volkswagen может загорать спереди она светится белым цветом а сзади у нас в принципе такая же система по дизайну и там у нас значок светится красным цветом чуть позже вам покажем как это все выглядит ну и по привычке открываем капот несмотря на то что электрокар ну уже принято рассказывать про мощность именно отсюда тут у нас один электромотор который стоит на задней оси выдает нам 174 лошадиные силы и 235 ньютон крутящего момента да это не спорткар тут не нужна высокая мощность это автомобиль для каждодневного использования чтобы он просто ездил просто заряжали он никогда не подводил и еще хочется отметить именно в фарах то что интересно выполнена сам модуль который у нас светит линза а именно она сделана такая форме глаза как будто который у нас установлен внутри и когда мы садимся в эту машину начинаем свое движение включаем фары именно они у нас тоже могут двигаться вверх вниз слева вправо и выглядит как будто бы человек глазами смотрит собственно в разные стороны тоже очень интересно это выполнено на машине установлены 20 колесные диска они у нас окрашены в черный мат с проточкой на лицевой части тоже это все под матовым лаком смотрится очень хорошо вообще эти машины что оснащаются от 18 дисков размера до 21 и на самом деле даже 20 смотрится очень неплохо да если был бы 21 было бы просто идеально все-таки все любят когда машина смотрится красиво с большими дисками и так далее но опять же для каждодневного использования для поездок по городу комфортных и так далее это именно то что нужно переходим далее крышки и зеркал у нас здесь окрашены в черный глянец также как и стойка лобового стекла крыша крыша кстати у нас здесь панорамная потом попозже из салона вам покажем насколько это классно выглядит и на самом деле вот это вот сочетание сюда это говорю что серый глянец и черный глянец смотрится всегда выигрыш на это всегда смотрится очень классно далее на боковой части машины у нас есть такая вот вставка и как распознать какая именно комплектация volkswagen d4 перед вами находится не только не 4 всех айди у них здесь же пишется сразу то что это про то есть комплектация у нас так и называется про снаружи это будет сразу собственно все видно дополнительно на крыше у нас установлены рейлинги для того чтобы мы могли сюда поставить систему багажную перевозить с собой еще больше груза на дальние расстояния и в далекие поездки а еще очень классно сделано здесь ручки дверей они у нас электро замком то есть мы просто нажимаем кнопку который находится внутри дверь открывается но естественно если вдруг автомобиль разродился или что-то не так замком у нас присутствует механическая стена просто нужно чуть сильнее потянуть за ручку и она вот так вот выдвигается но опять же на многих современных автомобилях особенно у концерна вахт такая система присутствует с электро замком то что при легком нажатии точнее когда вы имя чуть-чуть тянете ручка дверь открывается короче сильнее уже срабатывает механический замок и дверь применительно открывается именно с тросика а задней части этой машины мне очень нравится фонари как это все сделано посмотрите внутри у нас имеются такие модули которые сидят красным цветом и это прям отдельно стоящие такие плашки создается очень классный эффект глубины такой 3d эффект выглядит очень интересно ну и собственно сам логотип volkswagen которые про которые рассказывал он горит у нас здесь красным цветом то есть и сзади и спереди машины исполнена так что у нас спереди белая линия проходит через всю ширину с белым светящимся значком и сзади красная линия проходит через всю ширину с красным светящимся значком ну еще одна фишка дизайна сзади является то что у нас логотипы окрашены в белый цвет вместо привычного хрома либо черного глянца и на самом деле уже достаточно много автомобилей приезжала к нам в тюнинг-центр для того чтобы переделать их в привычный нам черный глянец честно говоря смотреться она так будет гораздо приятнее все-таки машина у нас кей сказал все глянцевая плюс черный глянец есть чтобы у нас все смотрелось вместе гармонично это лучше сделать черный глянец если что в нашем тюнинг-центре можете сделать эту услугу не только выполняем огромный список различных работ по любым автомобилям багажник здесь достаточно вместительные объем у него чуть больше 500 литров присутствует много крючков по бокам что сверху что снизу чтобы зацепить сюда вещи которые будете перевозить чтобы они у нас не летали по всему багажнику и что очень приятно что два плафона подсветка у нас здесь опять же вроде бы мелочь которую многие даже и не заметят но ночью когда вам нужно будет рассмотреть что здесь находится часто бывает такое на машины когда одного плафона просто-напросто не хватает ну и вот собственно здесь у нас ночью свет будет точно обеспечен также тут присутствует подпол багажника нестандартный как у бензиновых либо дизельных машин то есть такое полноценное в котором есть запасное колесо а немножко более урезанный в котором находится комплект для буксировки автомобиля и так перемещаемся в салон и во первых откроем эту большую панорамную крышу которая прям до заднего ряда у нас продолжается и начать хочется с отделки салона это серая кожа со вставками из серой алькантары сказать что он смотрится ярко ну достаточно сложно но при этом это выглядит строго и минималистично руль у нас также отделан из кожи его обод сам слева управления круиз-контролем и справа управление мультимедиа системы что интересно в этих вот кнопках то что на самом деле это не физические кнопки это сенсорные хоть и при нажатии на них создается такое ощущение как будто бы это прям настоящая физическая кнопка сделано это как она может быть многие знают в седьмом-восьмом айфоне кнопка home у нас была сенсорная но при этом при нажатии у нас был виброотклик который как бы имитировал прям нажатие кнопки вот здесь сделано прям ровно такая же система очень интересно выполнена приборная панель она достаточно маленькая находится у нас за рулем в принципе здесь присутствует вся необходимая информация какая передача у нас сейчас выбрана запас хода система круиз-контроля активно либо нет и различные показания экран мультимедиа системы здесь достаточно большой на главном экране у нас находятся все виджеты для быстрого доступа к различным функциям ну стандартно у нас здесь есть навигация можно подключить сюда свой телефон для воспроизведения музыки открыть дополнительное меню приложений и настроить допустим автомобиль и различных подпунктов здесь на самом деле достаточно много начиная только с внешних огней то есть можно настроить основные фары как они у нас будут светиться при включении автомобиля можно настроить фонари задние у нас здесь два вида анимации тоже при включении далее смотрим можно выбрать настройки колес зеркал системы торможения центральный замок окна и так далее в общем здесь на самом деле можно провести достаточно большое количество времени и тут же слева у нас находится постоянная такая вот плашка на которой показывается время температура за бортом так скажем сеть какая у нас сейчас и отсюда же мы можем управлять системой климат-контроля ну и также системы климат-контроля можно настроить не только с сенсорного экрана а с дополнительная плашка который находится под ним она у нас тоже сенсорная но при этом у нас здесь сделаны специальные выемки чтобы мы не отвлекались когда едем за рулем не понимали куда нам нужно нажимать а прям тактильно все это можно было нащупать на самом деле очень актуально потому что буквально недавно появилась новость о том что в компании которые занимаются кросс-тестами автомобили безопасностью выступают против сенсорных кнопок потому что за рулем это может быть небезопасно и вот такое вот решение на самом деле это идеальный компромисс у нас с одной стороны сенсора с другой стороны есть тактильные грани с помощью которых мы можем не смотреть на систему эту на этот блок и спокойно регулировать климат-контроль либо громкость которую можно также настроить по центру просто свайпа вправо либо влево и под этим блоком у нас находится еще один ряд кнопок сенсорных это аварийная сигнализация отдельное меню для помощников при парковке и также ассистент при езде по дороге то есть удержание в полосе и вибрация на руль если вдруг вы выезжаете из полосы бесключенного поворотника перемещаемся ниже тут у нас находится два подстаканника такой открытый блок и слева ниша для мелких вещей можно например положить ключ от автомобиля стандартный подлокотник как у всех вагов практически который настраивается по высоте как вам это удобно тут у нас находится еще отдельное место для хранения ваших вещей очень интересно то что вы прямо сюда можете положить свой допустим телефон если вам необходимо какая-то информация но если вдруг вам понадобилось то что находится у нас под ним мы просто сдвигаем его сюда и уже пользуемся пространством который находится внутри подлокотника также у нас здесь внутри находится беспроводная зарядка для телефона и два разъема usb type-c еще одной интересной фишкой является то что у нас блок стеклоподъемника включает себя только две кнопки но с помощью них можно управлять всеми четырьмя стеклами то есть по стандарту у нас здесь управление передними стеклами но мы нажимаем кнопку управления задними и у нас сразу же переключается этот блок на задние стеклоподъемники так перемещаемся на задний ряд тут у нас имеется подлокотник стандартно с двумя подстаканниками по центру на центральной консоли две дополнительные зарядки и избитой psy ну и самое интересное это панорама честно говоря это наверное самая лучшая панорама который вообще видел в машинах настолько она большая заканчивается прям за моей головой сплошное стекло без каких-либо перегородок у нас идет через всю длину крыши этой машины так по итогу получается что volkswagen d4 это автомобиль который соответствует современным тенденциям в плане дизайна функционала и так далее машина я напоминаю находится в продаже в нашем автосалоне против городе краснодар по адресу улица российская 263 цена на эту машину 3 миллиона 850 тысяч рублей успеете купить и также не забывайте то что у нас есть автосалон в городе москва если что мы занимаемся привозом автомобилей из любой точки мира даже самых эксклюзивных и самых недоступных казалось бы машин можно все это привести в нашу страну и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал потому что именно там мы выкладываем все автомобили которые в пути в наш автосалон автомобили которые доступны к заказу и в наличии стоят в наших филиалах и подписывайтесь на youtube-канал на котором выходит этот видеоролик чтобы не пропустить новые видео обзоры